И накануне, в пятницу, православные верующие отметили День памяти святой мученицы Татьяны, покровительницы всех студентов, в первом в Украине студенческом храме, который носит имя, почитаемый среди православных святой, божественную литургию провел митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Посетили богослужения более тысячи верующих. На четвертой фонтана в пятницу утром было просто не протолкнуться, а по окончании службы всех ожидал праздничный боготворительный обед. Отведали вкусности и корреспондент репортера. Первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны отметил свой престольный праздник. С самого раннего утра 25 января более тысячи прихожан торжественно встречали митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. 13 лет назад его высокопреосвященство совместно с предстоятелем Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины, Блаженнейшим Владимиром, совершал чин освящения этого храма. А сегодня он возглавил здесь божественную литургию. В храме царила возвышенная атмосфера. Люди старшего поколения, молодежь и дети все объединились в общей молитве. Храм святой мученицы Татьяны построен по уникальному, не имеющему аналогов архитектурному проекту. В строительстве помогали преподаватели, студенты, выпускники Одесской юрокадемии со всей Украины, а также простые граждане. Сергей Васильевич, он у нас всегда первый. Он был инициатором постройки, ему удалось построить этот храм, студентский, первый в Украине. Первый, как любовь. Она всегда ценная, она дорогая. И это не подкупная. И в этой вот любви главная ценность руководитель, достойный, у которого много последователей. И это когорта людей, которые украшают не только высшее заведение, но этот храм, который является центром духовной науки, искусства, культуры и единства. Сегодня все молятся за свою семью, за свой город, за свою страну. И все желают нашей стране мира и благополучия. К великому сожалению, непростые времена сегодня. И вы знаете, когда тяжело, обычно идут в храм. И чем сложнее, тем больше людей в храмах. Я вот вижу по сегодняшнему мероприятию. Я искренне благодарен митрополиту Одесскому Измаильскому, что он нашел время и сегодня, вместе со всеми прихожанами, служит службу. И вы видите, что храм особенно сегодня торжественен, потому что сам митрополит находится именно здесь. Я думаю, что это хорошие, добрые традиции, и мы всячески будем их развивать. В храме, не только в праздничный день, вообще приходя в храм, мне кажется, что это почти единственное место, где человек может, неважно какой национальности, русские, украинцы, белорусы, гагаусы. Мы все братья, мы все празднуем праздник. Если есть в душе любовь и есть Бог в сердце, то у нас все получится. За эти годы храм обрел десятки тысяч прихожан. Он успешно выполняет свою главную миссию, занимается духовным воспитанием молодежи и, в первую очередь, студентов Одесской юридической академии. Я думаю, радует сегодня это высшее учебное заведение, Одесский национальный университет, главная юридическая академия, которая достойно совершает свою миссию, готовит достойных профессоров, преподавателей, студентов для различных направлений. Огромное спасибо Сергею Васильевичу за то, что он создал такую огромную систему обучения, которая очень плодотворная. И все очень гордятся тем, что они учатся в этом университете, в этой академии. И, конечно, сегодня было огромное количество людей, забитый храм, люди стоят на службе, несмотря на мороз. Люди сегодня поздравляют друг друга, уже как бы интернет забит. Все радиостанции говорили о том, что приглашают на праздник. В числе молившихся в этот день традиционно было много женщин по имени Татьяна. В День Ангела они пришли в храм, чтобы помолиться своей небесной заступнице. Я Татьяна, и для меня это свято особенное. И мне кажется, что именно благодаря тому, что у нас есть возможность отвидеть этот храм, храм, названный на честь святой Татьяны, мы можем почувствовать этот настоящий дух свято. И разделить эту радость со всеми, как и студентами, выкладчиками нашего университета, так и со всеми жителями города Одессы. Пришло очень много людей. Многие Татьяны обычно приходят в этот день. Этот праздник всегда почитается у нас в народе. Это день всех студентов. Традиционно студенты отмечали этот день. По окончании богослужения всех прихожан ожидал праздничный благотворительный обед. Его посетили одесситы со всех районов города, малоимущие пенсионеры и переселенцы. В этот морозный день верующие согревались горячим обедом, приготовленным прямо под открытым небом в котлах полевой кухни. Напоследок все прихожане получили подарки в честь праздника. Я сама живу в Даленьке, но приезжаем сюда уже, наверное, лет 8 точно. Всегда на Татьяну. Причащаемся, споведаемся, кушаем. Всех с праздником. У меня внук Богдан родился на Татьянин день. Сегодня ему 9 лет. Он подарки дали, спаси Господи. И Красмашенко ему попала, будет довольный. И очень прекрасный обед, очень-очень все вкусно. Всех благодарю. Это мой день ангелов. Я, вы знаете, со дня основания этого храма все собиралась приехать. И вот сегодня, наконец-то, я приехала. А что я задохлась? Это очень приятный, хороший праздник. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность организаторам этого всего действия. Мне, как одессит, это приятно, что такое. Это уже стала традицией, уже это не первый год проводится. Для прихожан праздник стал отличным поводом отвлечься от насущных проблем и порадоваться встрече. Я хотел бы пожелать всем девушкам, которые носят имя Татьяны, чтобы они были счастливы, чтобы они были удачливы, чтобы в их жизни всегда было счастье, любовь, благополучие, чтобы в их семьях был достаток, тепло. И пусть нас всех хранит Господь. Традиция проводить праздничные обеды существует уже 13 лет. С тех пор, как при Одесской юрокадемии была открыта первая студенческая церковь. Многие иконы, находящиеся в храме святой мученицы Татьяны, были написаны монахами на святой горе Афон специально для этой церкви. Теперь помолиться святыням могут все православные верующие Одессы.